Мой друг – велосипед. Сотрудники Тихоокеанского телевидения провели для школьников познавательное мероприятие на тему правила безопасного поведения на дороге. Игровая программа прошла во дворе дома по адресу Карла Маркса, 21. Ребята отгадывали загадки, рассказывали стихи, рисовали дорожные знаки, демонстрировали навыки вождения на велосипедах и самокатах. О том, как прошло мероприятие, узнаете в нашем следующем сюжете, который выходит в эфир в рамках реализации проекта «Береги себя». Лето подходит к концу. Ребята проводят последние свободные от уроков деньки. Летом они набирались сил, катались на самокатах, гидроскутерах, велосипедах. И несмотря на то, что во дворе сейчас уже август, впереди еще есть теплые осенние деньки для безудержного веселья. И родители, конечно же, отпуская своего ребенка кататься на велосипеде, даже во дворе своего дома, переживают и волнуются. Во дворе по улице Карла Маркса, 21, всегда много ребятишек. Активные мамы решили организовать для них небольшое мероприятие в форме игры, беседы о правилах поведения юного велосипедиста. Ребята повторяли общие правила дорожного движения, читали стихи, отгадывали загадки, рисовали. Все водители, пешеходы и пассажиры должны соблюдать правила дорожного движения. Если красный свет горит, значит путь тебе закрыт. Если желтый свет горит, приготовься, говорит. А зеленый свет горит, путь вперед тебе открыт. Воодушевленные, заинтересованные, активные мальчишки с радостью подключались к играм, старались проявлять себя как грамотные велосипедисты. Я очень люблю ездить на велосипеде. Велосипед – это мой любимый детский вид транспорта. Надо аккуратно ездить, смотреть за дорогой. Короче, быть аккуратным на дороге. Мой любимый спорт – это велик, самокаты, ноги. На велике надо быть аккуратным, надевать всегда защиту. Если у тебя есть защита, и ты упадешь, тебе ничего не будет. Хорошего, чтобы они хорошо умели ехать, осторожно. Всегда соблюдали правила дорожного движения. Мой любимый транспорт – это велосипед и самокат. Что ты запомнила справа дорожного движения? То, что надо соблюдать их и быть аккуратным на дороге. После закрепления правил поведения на дороге, ведущая предложила нарисовать те знаки, которые они уже знали и которые запомнили сегодня. Ребята, не раздумывая, окунулись в мир художества. И раскрасили площадку знаками, машинками и пешеходными переходами. Мне понравилось рисовать мелками эти знаки всякие. Пешеходам можно переходить только дорогу по пешеходному переходу. Нужно чаще учить правила дорожного движения и слушаться взрослых. Мне больше всего понравилось рисовать, потому что я обожаю рисовать. Я рисую почти каждый день. Я нарисовал железную дорогу вместе со знаком, потому что тут ходят поезда. Как выяснилось в процессе беседы, практически у каждого ребёнка имеется свой велосипед или самокат. Конечно, катаются они пока только в пределах своего двора. Но уже многие задумываются о том, как же они будут кататься в будущем безопасно по городу. У нас на велосипеде очень опасно ездить. И у нас в городе нет специальных мест, на которых можно ездить на велосипеде. Езда на велосипеде требует большого умения и навыка. Велосипедисты должны хорошо знать и выполнять правила дорожного движения. Благодаря таким беседам маленькие велолюбители начинают запоминать эти правила. И у них проявляется интерес к знаниям дорожных знаков. Формируется культура поведения при езде на велосипеде. Мне понравилось рисовать. Я нарисовал пять знаков. И понравилось ездить на самокате. Я знаю пешеходный переход, проезд запрещен. Осторожно, дети. Знаю знак опасность. Скользкая дорога. Ну и всё. Пожелал, чтобы дети, которые ездили на велосипедах, не ехали по дорогам. Очень опасно сейчас в наше время. Я знаю знак опасности. Запомнил. Запомнил знак, где машинам нельзя ездить, где на велик нельзя кататься. Скажи, пожалуйста, велосипедист вообще, что должен соблюдать, какие правила? Он должен соблюдать правила дорожного движения, как всегда. Смотреть на дорогу. Быть аккуратным, чтобы не упасть. Нужно надеть защиту, если у тебя есть. Каждый родитель понимает, что рано или поздно наступает время, когда взрослые перестают сопровождать ребёнка на велосипедных прогулках. И перед тем, как отпустить чадо в самостоятельном путешествии, важно, чтобы ребёнок выполнял все правила безопасного движения на интуитивном уровне и обладал достаточным мастерством вождения детского велосипеда. С самых ранних лет ребёнок должен иметь первые познания правил дорожного движения, обезжать движущиеся объекты, замедлять движение на поворотах, при манёврах, избегать выезда на проезжую часть. Я много чего запомню. Как раньше полицейские показывали, как проезжать, как останавливались раньше машины. И узнал, когда был первый создан светофор. Я запомню, что надо много соблюдать правил дорожного движения, одевать защиту и специальную защиту, на которой можно, если ты ночью катаешься, то есть подсветка, если фары машины подсветят, то будешь ты сильно виден машинам. Я бы пожелала им быть осторожным, одевать больше защиты и больше видимости, чтобы водитель смог заметить велосипедиста. Следует помнить, что велосипед – это прежде всего транспортное средство. При использовании которого нужно обязательно соблюдать правила эксплуатации и поведения на дороге. Халатность может привести к травмам. Важно научить детей соблюдать правила безопасной езды на велосипеде. С первых минут освоения этого транспорта нужно рассказать ребёнку о важных аспектах движения в доступной форме. Будь осторожен, велосипедист!